На прошлой неделе были представлены сразу два новых кроссовера для России. Smart показал свой новый электромобиль, а Toyota порадовала настоящих автомобильных энтузиастов очередным хот-хэтчем. Здесь неделя на колесах, с вами как всегда, Катя. Поехали! Прошлая неделя подарила российскому авторынку сразу две новинки. И обе они, как несложно догадаться, китайские. Первый автомобиль – брутальный кроссовер от Havail, который мы ждали уже давно. Теперь он наконец-то локализован. Стартовала его сборка на заводе под Тулой. В Китае он называется Дагоу, то есть большой пес. А в России, как и на Ближнем Востоке, получил имя Дарго. Новичок хвастает суровым дизайном в стиле современных джипов. Но построен на той же платформе, что и компактный Джолион, который у нас продается с прошлого года. Однако Дарго будет крупнее, размером примерно с Nissan X-Trail. Базовый привод передний, но за доплату будет доступен и полный привод. А дорожный просвет составляет уверенные 20 сантиметров. Мотор – рядная четверка на 2 литра, выдающая 192 лошадиные силы. А коробка передач – 7-ступенчатый робот с двумя мокрыми сцеплениями. Двигатель, кстати, будет переваривать 92-й бензин. Осталось дождаться главного – цен. Хотя сборка Дарго уже стартовала, пока неизвестно, когда он начнет продаваться и сколько будет стоить. Но это наверняка станет ясно уже в ближайшее время. Вторая китайская новинка прошедшей недели – яркий кроссовер от марки Jack. С 4 апреля вступила в силу ОТТС на эту модель, которая разрешает ее официальные продажи. Внешность кроссовера в духе современных моделей с узкими ходовыми огнями вдоль капота и диодной оптикой в решетке радиатора. Правда, мотор у него будет поскромнее – всего на 1,5 литра и 174 лошадиные силы. А привод – только передний. Зато нам предложат две коробки передач – механику и робот на 6 ступеней. Ну а собирать кроссовер будут на заводе в Казахстане. Оттуда к нам приезжают и другие модели компании, например, пикап Т6. Правда, с новым Jack интриги пока больше, чем с Дарга. Во-первых, неизвестно даже имя будущей новинки. В Китае он называется «Сихолку Икс», а в российских документах указаны сразу пять возможных имен. Но все они состоят только из букв и цифр. Скорее всего, из них выберут простое сочетание S6. Ну а вторая интрига – когда к нам приедет новинка и приедет ли вообще. Ведь само по себе ОТТС еще не гарантирует начало продаж. Премьер в России в ближайшее время будет немного. Так что будем надеяться, что Jack станет одной из них. Smart представил свою первую серийную новинку с момента перехода марки под крыло китайской компании Geely. Бренд не отдали полностью. Mercedes продолжает работать над дизайном, и это чувствуется. Внешность кроссовера под простым названием «Один» перекликается с современными электромобилями Мерседеса. Здесь будут даже модные выдвижные ручки дверей. Собственно, и Smart тоже будет электрическим. В погоне за любовью покупателей новинка стала кроссовером. А еще он вышел не таким уж маленьким – почти 4300 мм. Более того, весит небольшой Smart целых 1800 кг. Можно было бы подумать, что у него огромная батарея, с которой он будет проезжать по тысяче километров на одной зарядке. Но нет. Заявленный запас хода составляет примерно 400 км. Зато электромотор, установленный на задней оси, выдает целых 272 л.с. Если вспомнить прошлый Smart с бензиновыми моторами на 70-90 сил, новый кажется просто суперкаром. Еще один почти суперкар представила Toyota. Она порадовала автомобильных энтузиастов еще одним заряженным хэтчбэком. В 2020 году японцы показали свой GR Yaris – маленький и очень злой трехдверный хот-хэтч с полным приводом. Ну а теперь пришла очередь более крупного и практичного варианта. Была представлена Corolla в версии GR. Технически она очень похожа на Yaris. Здесь тот же трехцилиндровый бензиновый мотор на 1,6 литра, с которого сняли безумные 304 л.с. Коробка передач – только шестиступенчатая механика с функцией автоматической перегазовки. А полный привод с муфтой, постоянно передающей на заднюю ось от 40 до 70% тяги. За доплату можно заказать самоблоки на обе оси. Само собой, ходовую часть и тормоза тоже доработали. Ну и внешность этой Corolla теперь никто не назовет скучной. Пожалуй, это первая Corolla за долгое время, которую может купить человек, действительно любящий автомобили. Ну и к нашим публикациям. Уже совсем скоро главным источником комфорта в машине станет не печка, а кондиционер. Михаил Баландин рассказывает, какие датчики могут помешать вам его включить. Вариантов неожиданно много. И простая дозаправка фреоном поможет далеко не всегда. На этом Михаил не остановился и выяснил, как российский автопром учится работать в условиях санкций. Обходят сложности наши производители по-разному. КамАЗ может начать собирать старые грузовики с моторами Евро-2. Автоваз выпустит упрощенные варианты Гранты без подушек безопасности и АБС. А УАЗ просто продолжит выпуск буханки. В общем, материал грустный, но интересный. Почитайте, чтобы знать, к чему готовиться. Влад Самарин предлагает вспомнить мировые рекорды простых машин. Правда ли, что Volkswagen Touareg сдвинул с места поезд? Какую машину сбросили на парашюте на Северный полюс и она поехала? Сколько человек поместилось в старый Volkswagen Juke? Удивите нас эрудицией и ответьте на 11 вопросов. На этом сегодня все, друзья. Все ссылки на материалы вы как обычно найдете под видео на YouTube. С вами была неделя на колесах и Катя. Увидимся в следующем выпуске. Всем пока!